Задавались ли вы иногда вопросом о том, что вы хотите выбрать себе идеальную базовую сумку, которая будет носиться годами, которая идеально будет вписываться в каждый ваш образ, но не знаете, как ее выбрать? В каком цвете, в какой фактуре, в каком размере? В сегодняшнем видео я вам дам ответы на все эти вопросы. Всем привет! Меня зовут Елена Галант, и добро пожаловать ко мне на модный канал. В сегодняшнем видео полный гид по базовым сумкам. Итак, я для вас подготовила список из 12 моделей сумок, только не пугайтесь, не надо иметь в гардеробе все 12 сумок. Я вам даю общий список моделей, объясняю, кому выбрать какую сумку, в каком стиле, какая сумка будет лучше смотреться, и вы из всего этого списка выбираете те модели, которые идеально будут соответствовать конкретно вашим требованиям, потому что базовый гардероб у всех немного отличается, в зависимости от вашего образа жизни, от вашего стиля, от тех вещей, которые есть в вашем гардеробе. Я вам даю общий список, а вы выбирайте те модели, которые подходят конкретно вам. И в конце видео я вам дам короткий чек-лист из 10 пунктов, на который стоит проверить вашу потенциальную базовую сумку, чтобы убедиться, что это действительно она, та самая идеальная базовая сумка. Итак, начинаем мы с моделей сумок. Модель номер один – это сумка Toad. Другими словами, иногда ее еще называют Shopper. Мы не будем здесь разбираться, чем эти две модели отличаются друг от друга, это не столь важно. Обсудим то, что действительно важно. Это самая большая и самая универсальная сумка. То есть, если вы хотите одну сумку, которая будет максимально идеально вписываться, не важно, в каком стиле вы одеваетесь, и та сумка, которая будет абсолютно вне трендов, тогда это сумка Toad. Квадратная, прямоугольная, иногда выполненная в виде перевернутой трапеции с двумя относительно короткими ручками. И с помощью этих ручек мы носим сумку или в ладони, или на локтей, или иногда, если ручки достаточно длинные, особенно в летних образах, когда нет объемной верхней одежды, то и можно ее носить на плече. Что здесь важно? Обязательно она должна быть структурированной формой. То есть, скорее всего, она не будет иметь какой-то внутренний скелет, то есть, какие-то металлические конструкции. Скорее всего, это будет просто сумка, пошитая из очень жесткой кожи. Такая кожа должна держать форму. То есть, вот в качестве проверки вы берете эту сумку, кладете ее на стол, и она должна продолжать держать форму точно так же, как будто бы она у вас висит на плече. То есть, конечно, ручки могут опасть, но сама сумка должна держать форму. Избегайте сумок из тонкой кожи, допустим, замши. Такие сумки вы кладете на стол, и они как будто бы стекают. Они не будут держать форму, очень быстро изнашиваются, и это не то, что нам надо с точки зрения хорошей долгоиграющей базы. Ну и, конечно, второй момент, это то, что эта сумка идеально подходит для офисных сотрудников. То есть, если вы много передвигаетесь, при этом вам нужно иметь в сумке документы, ноутбук, то это модель номер один. В каком цвете, в какой факторе мы будем обсуждать с вами ближе к концу видео. Пока что просто проходимся по моделям. Напоминаю о том, что все сумки, которые я буду показывать в сегодняшнем видео, залинкованы в инфобоксе, и, скорее всего, в верхней закрепленной комментарии я буду использовать как продолжение инфобокса. То есть, это не какие-то примерные модели, а конкретные сумки, которые я подобрала для вас с точки зрения работающей базы. Здесь будут и люксовые бренды, и бренды среднего ценового сегмента, и, конечно же, буду показывать примеры из доступного сегмента. И вот конкретно в моем гардеробе идеальная базовая белая сумка, это Bottega Veneta. Я вам сейчас показываю, наверное, вы ее узнаете, часто ее видели. И здесь, в моих образах на YouTube, и у меня в Instagram сумка, которую я ношу много лет, и замечаю, насколько идеально она вписывается практически в каждый образ. Из брендов среднего ценового сегмента, допустим, это могут быть Terry Birch, или даже наши любимые Коченелли. Есть очень много достойных вариантов, я их все залинковала в инфобоксе. Если вы склоняетесь к более такому, скажем, современному исполнению, это могут быть сумки Toad, вытянутые по вертикали, допустим, как у меня сумка Gani, причем, что она в диком лаймовом оттенке, но про цвета мы с вами еще будем говорить в конце видео. Но конкретно в моем случае она действительно оказалась базовой, потому что, ну, вы сами замечаете, как часто я ее надеваю. У Gani, кстати, в текущей коллекции есть эти же сумки и в более нейтральных, спокойных цветах. И даже у Mango и у COS можно найти у Mango, там ценник вообще где-то 30-40 евро, хорошие сумки, которые из искусственной кожи, но при этом за счет благородного дизайна они выглядят достаточно добротно. И в самом конце показываю вам нейтральные образы в стиле casual, smart casual, просто вам показать, насколько органично смотрится эта сумка. Модель номер два – это, конечно же, хобба. Та сумка, которую мы носим под мышкой, она чаще всего кроится, как будто это вот такой круг, то есть ручка – это естественное продолжение самого основания сумки. Такая сумка у нас ассоциируется примерно со стилем конца 60-х, но вот больше именно 70-е, когда была субкультура хиппи. Вот именно тогда эти сумки и стали популярными. Именно эта сумка лучше всего смотрится в мягком исполнении, то есть когда нету жесткого каркаса, когда кожа даже может быть сама по себе, достаточно мягкая, но за счет того, что она как такой красивый мешочек у нас где-то под мышкой, даже и не хочется, чтобы она была слишком структурированная. Показываю вам примеры. Опять же, ссылаясь на мой пример, на мой гардероб, потому что знаю, что очень многие смотрят мои образы на протяжении всех 12 лет, что я присутствую в медийном пространстве, и пытаются как бы скопировать мой пример на себя. Для меня сумка базовая в этом стиле, в модели Хоба, это Батагавенита Джоуди. Называется модель, она из плетенной кожи, у меня она в оранжевом цвете, опять же, про цвета будем говорить позже. Но вот посмотрите, насколько она нейтрально вписывается даже в мои самые яркие образы. Конечно, если вы не настолько легко общаетесь с цветом на «ты», то лучше, конечно, выбирать что-то более спокойное, ну, как минимум, не оранжевое. И, кстати, у Аркет есть очень неплохая коллекция сумок. Если вы ищете сумку в диапазоне 100-200 евро, но при этом качественную кожаную, вот такие неплохие модели нашла у Аркет. И у End of Stories тоже есть очень интересные модели, так что ценник на хорошую сумку может отличаться в разы. Здесь неважно иметь большой бюджет, чтобы найти хорошую базовую сумку. Если мы говорим про стили, то единственный момент, который бы мне хотелось проговорить, это то, что эта сумка лучше, органичнее смотрится в теплом сезоне. То есть, если у вас нет суперхолодной зимы, когда вам нужно носить большие объемные пуховики, тогда такая сумка будет работать. Или вы просто осознанно покупаете сумку, которая будет активно носиться только в теплый сезон, потому что она носится высоко под мышкой, под огромный пуховик ее не наденешь. Кроме этого, все-таки со стилистической точки зрения сумка сама по себе расслабленная, мягкая, и если она еще добавляется к мягкому пальто или к бесформенному пуховику, то у нас получается такое масло-масляное, слишком такой расхлябистый образ. Так что, еще раз повторюсь, эта сумка базовая, хорошая, но лучше всего она работает именно в теплом сезоне, когда у нас нет необходимости надевать объемную верхнюю одежду. Сумка кроссбодибэк. То есть, это та, которую мы носим через плечо с длинным ремешком, где-то примерно в районе бедра. Итак, эта сумка должна быть обязательно жесткой формы. Избегайте вот эти вот все бесформленные мягкие прямоугольники, квадраты. Она обязательно должна быть жесткой, потому что в оригинальном дизайне она именно так и выглядит. Она чаще всего бывает с крышкой и с какой-то застежкой. Избегайте кроссбодибэк, который на молнии. Такие сумки называются на самом деле камерабэк, как камера, да, и они немного устарели. То есть, на самом деле, такие сумки, это не является классика. Это был тренд. Если вы узнаете, такие сумки носили около 10 лет тому назад или примерно около того. У меня всегда очень плохая память на даты. Но я вас просто предупредила, вот это нет. Это не базовая сумка, это некогда трендовая сумка. И уж точно сейчас она будет смотреться немного устаревшей. А если вы хотите сумку на длинном ремешке именно с точки зрения базы, тогда идеальная модель, просто вам для примера, это CELINE Classic Bag. Эта сумка, просто чтобы вы понимали, что такое хороший дизайн вне времени. Эта сумка была спроектирована и создана в 80-х годах прошлого столетия. И практически не меняя формы, она существует как идеальная базовая сумка вне времени, вне трендов. До сегодняшнего дня включительно. У меня есть эта сумка в бордовом цвете. Тоже вам показываю все образы, которые смогла насобирать из своего старого блога, из инстаграма. Потрясающая универсальная сумка. Я безумно ею довольна. Это одна из самых таких классических правильных сумок в моем кардеробе. И я точно знаю, что она со мной. Ну если не навсегда, ну надолго, так точно. Если ценник для вас кусается, тогда предлагаю аналог у бренда APM. У них есть вот практически CELINE, можно так сказать, inspired дизайн, который очень похож. И тоже выбор цветовой гаммы такой же спокойный, как и у CELINE. И еще показываю вам различные образы. Это тоже можно сказать, что самая удобная сумка, если вам не нужен большой объем. Дальше мы еще будем говорить про масштаб. При выборе размера сумки учитывается масштаб. И вот как раз этот масштаб сумки чуть-чуть поменьше, да, вот по сравнению с tote bag, которые могут достигать таких абсолютно больших масштабов. И, кстати, тоже еще один маленький такой трюк. Если у вас есть эта сумка, и вы хотите ее, ну скажем так, чуть-чуть более трендово носить, вы просто ее возьмите как клатч. Вот этот такой трендовый способ носить базовую сумку, наверное, вы замечали, многие блогеры, стилисты, перед тем, как зайти где-то на недели моды, на показ, вот они делают проходку и держат при этом свой crossbody bag, вот именно как клатч. Идем дальше. Следующая модель сумок, и здесь даже нету точного названия у этой модели, потому что она появилась недавно. Сейчас показываю вам по экрану. Это сумка, что-то среднее между хоба и tote. То есть у нее есть жесткая форма, но при этом ручки не короткие, параллельные ручки, а ручка как будто бы как у хоба, то есть с одного края перекидывается на другой край. Я вам сейчас показываю, как эта сумка выглядит. Чаще всего у них еще есть длинный ремешок, чтобы ее носить как шолдербэк на плечо. И я буквально вот недавно купила себе эту сумку, модель этой сумки у Arquette, и очень довольна, там и качество кожи добротное, и вот такой минималистичный, идеальный фасон, который делает эту сумку абсолютно универсальной. И сейчас можно найти эти же модели у Mango по абсолютно доступной цене. Чуть-чуть они бывают иногда более объемные, более маленькие, вытянутые вертикально, или как в моем случае небольшой прямоугольник. Очень она мне понравилась тем, что она абсолютно универсальная. И это такой, скажем, более современный фасон базовой сумки. То есть если вы искали себе вроде бы базовую сумку, но ту, которая будет выглядеть абсолютно современно, тогда эта модель сумок для вас. Шолдербэк. Еще одна сумка с длинным ремешком. Немного отличается от кроссбодибэк, но по сути иногда это одна и та же сумка. Если у нее регулируемый ремешок, то вы можете из нее сделать и кроссбодибэк, и просто шолдербэк. То есть по сути это та же самая сумка, но с более коротким ремешком, который мы носим вот в верхней части тела. В качестве такого примера показываю вам классические модели. Это и Chanel 2,55, и Classic Flap. Мы, кстати, о Chanel тоже как с точки зрения базы поговорим ближе к концу видео. Эта сумка выглядит более женственно, более так аккуратно собрана. Тоже обязательно выбирайте ее в жесткой форме. Она должна быть все так же, как и кроссбодибэк, с клапаном, не на молнии. Чаще всего это квадрат или чуть-чуть прямоугольник. Вот, к примеру, как опять же та же самая Classic Bag, или, допустим, как Chanel, более вытянутая. Здесь вот для меня идеальные модели в качестве ориентира. Это Loewe, Neos. Это, кстати, бренд нового поколения. Очень много сейчас появилось классных сумочных брендов нового поколения, которые входят на рынок именно как сумочные бренды. Они делают фокус на качественном современном дизайне, собирают крутую команду дизайнеров. И вот с этими брендами, это такие бренды, как Neos, Wandler, Yusefi, кто еще, Stott, допустим. Вот с этими брендами вы не ошибетесь, потому что у них всегда очень классная проработка дизайна. Сейчас я вам показываю все эти сумки. Оставлю опять же все ссылки в инфобоксе. И эту сумку мы тоже, если хотим более трендового такого намелка, да, мы тоже ее носим как клатч. Но опять же, так долго не проходишь, километры так не наберешь, не нагонишь. Но если вам нужно где-то сделать такую эффектную проходку, просто возьмите свою сумку на длинном ремешке как клатч, и будет у вас вот этот вау-ву-инстаграм-блогерский эффект. Сумка Top Handle. Это сумка, опять же, жесткой формы, у которой есть одна короткая ручка, и эту сумку мы носим в ладони. Обязательно такие сумки, ну не обязательно, а чаще всего, продаются еще и с длинным ремешком, чтобы можно было в качестве исключения, где-то необходимость повесить эту сумку на плечо. Но в оригинале она выглядит именно как сумка, которую мы носим в ладони. Обязательно жесткой формы. В качестве прототипа и идеального золотого сечения показываю вам сумку Hermes Kelly, которая была создана в, кажется, в конце 50-х годов, названа в честь американской актрисы Грейс Келли, которая потом стала княгиней Монако, и она, кстати, мама действующего монарха княжества Монако. Просто вам показала картинки из 60-х, для того, чтобы вам показать, что конца 50-х, начало 60-х, просто для того, чтобы вам показать, что эта сумка никак не изменилась вот за последние 60-70-80 лет. Ее дизайн никак не изменился, это вам еще одно доказательство, что такое хорошая базовая сумка. Маленькие модели Келли очень часто вы можете видеть в качестве такого вечернего аксессуара. В моем случае у меня была сумка Toad, которую я тоже очень любила, итальянского бренда Коченель, в нейтральном песочном оттенке. Сейчас я вам показываю свои образы 13-го года, 16-го года, датируемые разными годами. Просто вам показать, что такое базовая вещь. Она абсолютно современна и уместно смотрится и сегодня. Вот именно эту сумку всегда сложнее всего найти в масс-маркете и просто у доступных брендов, потому что они ее всегда стараются обходить стороной, потому что она не столько универсальная, сколько... Вот я ее всегда советую клиентам, которые хотят добавить вот какую-то женственную изюминку своему образу. Показываю вам сейчас образы, то есть, допустим, они хорошо смотрятся с современным оверсайзом, с джинсами. Вот когда хочется добавить какую-то такую женственную милую нотку для того, чтобы вытянуть слишком расхлябистый, оверсайзный и расслабленный образ. Сумка-багет. Сумка, которая стала вообще культовой и известной прежде всего благодаря сериалу «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Помните, у них даже была отдельная серия, которая косвенно была посвящена этой сумке. Вот тогда она возникла как явление, модное явление, и даже 25 лет спустя, когда модный дом Фенди решил реанимировать эту сумку, то для рекламной кампании они тоже пригласили Сару Джессику Паркер, американскую актрису, которая исполняла роль Кэрри Брэдшоу. И для нас это, конечно, сумка, ну не знаю, лично для меня, вот именно в исполнении Фенди она всегда будет ассоциироваться с этим сериалом. Но, если мы говорим именно про базовое исполнение этой сумки, то, конечно, если ее выбрать в минималистичном, нейтральном исполнении, полностью коричневая или черная, то она будет смотреться хорошо и в ежедневных образах, потому что в оригинале, если вы помните, Фенди они или пайетками усыпаны, или принтованы, со сложными орнаментами, а вот такие минималистичные, однотонные будут хорошо смотреться и на каждый день. И, опять же, помним, что такая сумка хуже будет смотреться в холодных зимних образах, потому что мы ее носим подмышкой, и она в целом у нас ассоциируется больше с теплым климатом, поэтому помним о том, что если вы хотите купить эту сумку, просто морально готовьтесь к тому, что она будет вам служить, хорошо служить, но только в более теплый сезон. Еще один очень важный момент, как раз сумка багет может быть мягкой, не структурированной, то есть вот как раз в оригинале сумка багет, она может быть, кстати, и с клапаном, или на молнии, не важно, но она может быть и просто мягкая, тканевая, здесь не нужно гнаться за тем, чтобы выбирать вот только ту сумку, которая будет держать идеально форму. И, кстати, эти же сумки еще хорошо смотрятся в вечерних образах, то есть если вы ищете себе сумку на вечер, ну, которая будет базовая, долгоиграющая, хорошо вписываться в любой образ, тогда вы можете выбрать себе багет, усыпанный пайетками, допустим, или стразами, и вы будете уверены, что эта сумка будет у вас служить в кардеробе годами. Следующая сумка, и вот здесь я, честно говоря, сомневалась, потому что сумка сама по себе вроде бы базовая, с другой стороны она редко, когда подходит человеку, вот именно по стилю, по образу жизни, это Clasp Bag. То есть такая супер ретро сумка, вообще Clasp это такая застежка, как в ретро кошельках, помните, когда так она застегивается? Вот это Clasp Bag. Опять же, в качестве примера идеальной сумки в этой категории, это сумка Celine, опять же, супер жесткая форма, как вы видите, но кому она идет, и вот стоит ли ее выбрать? Она, я бы не сказала, что это вот, допустим, если вы хотите купить себе одну базовую сумку, и все, только одну, то это не для вас. В этом случае, конечно, шоппер, тоут будет более универсальной, но если у вас уже есть, допустим, шоппер, тоут, или, допустим, есть еще какая-то вторая модель сумки, и вы вот ищите, а вот как бы разнообразить свой стиль, как бы придать ему такой ретро-женственной нотке, тогда Clasp Bag сумка может для вас работать. Итак, показываю вам, и супер-ретро образы, немного в стиле 50-х, вот такой утрированный женственный стиль тоже может быть, если это ваша визитная карточка, если вы склоняетесь к таким милым ретро-образам, но и посмотрите, в кэжуальных, обычных, расслабленных образах, короченные брюки-чинос, какой-то джемпер классический, эта сумка тоже будет классно вписываться, особенно если вы добавите небольшой каблучок, вот сразу образ становится такой более кокетливый, более игривый, более ретро-женственный, и наоборот, эта сумка еще хорошо работает в качестве баланса для слишком оверсайзных, слишком трендовых образов, то есть огромное пальто XL размера, прямые брюки, большие, объемные в пол, и вот тогда сумка жесткой формы, сумка класс-бэк будет классно собирать и структурировать образ, и хорошо работать на балансе форм. Представьте себе, что у вас наступило лето, если вы живете в достаточно теплом климате, где длинное лето, или вы живете где-то недалеко от моря, тогда с точки зрения летнего сезона было бы неплохо, чтобы у вас была пазовая плетеная сумка, это может быть плетеная сумка-корзинка, или сумки-рафия, обязательно, чтобы они были однотонные, без вышивок, без пумпончиков, вот часто такие сумки делают, какие-то круглые, или с какими-то круглыми элементами, или с разноцветными вышивками, это может быть тренд, или это может быть не тренд, но это видео именно про базовый гардероб, и если мы говорим про базовый летний гардероб, то вот такая нейтральная плетеная сумка-шоппер, или сумка с двумя ручками, неважно, длинными, короткими, это хорошая пазовая летняя сумка, особенно если у вас планируется длинный теплый летний сезон, и не забывайте о том, что с точки зрения индивидуального стиля, очень классно, если вы ее будете носить и в городских образах в том числе, сейчас я вам специально подобрала образы, более городские, казуальные, и даже в осенне-весенних образах с пальто, автором этого стилистического трюка считается, что является Джейн Биркин, еще одна американо-французская актриса, она ввела моду носить вот прям корзинку, настоящую корзинку, в холодных зимне-весенних образах, вообще эта актриса известна не столько своими актерскими талантами, сколько прежде всего удивительным чувством стиля, и она придумала огромное количество стилистических ходов, сочетаний, которые мы носим до сих пор, и которые вот она как будто бы предсказала и предчувствовала, и вот с этой точки зрения, именно вот они таки называются, эти плетеные корзинки, Джейн Биркин, это, кстати, да, та же самая фамилия, которая потом стала использоваться для обозначения второй культовой сумки дома Эрмес, то есть Кэлли мы с вами обсудили, а вот эта вторая сумка Биркин, вот это она, та самая актриса, в честь которой назвали кожаную сумку Эрмес, но мы здесь говорим именно про плетеные корзинки, их можно купить и у мастериц местных, и в общем много разных ссылок я вам оставила в инфобоксе, и моя любимая сумка в этом стиле, которая со мной уже где-то 5 лет, в темно-таком каштановом шоколадном оттенке, и вы ее недавно, наверное, видели, тоже специально я ее ношу не столько в летних образах, сколько в демисезонных образах, так что если вы хотели какую-то базовую сумку, но с изюминкой, чтобы поэкспериментировать в сторону индивидуального стиля, тогда обратите внимание на такие плетеные корзинки, и в целом на соломенные сумки летом. Теперь ответ на вопросы молодых мамочек, я знаю, что каждый раз, когда я снимаю видео о базовом сумочном кардиробе, у меня вопрос, а вот какие рюкзаки, я ношу только рюкзаки, мой образ жизни суперактивный, мне нужен рюкзак. Самый базовый рюкзак, это не тот, который мы носили, помните, с меховыми помпончиками, с такие кожаные маленькие были, нет, это не база, это был хороший тренд, мы его относили, спасибо, что он был, если вы хотите именно базовый рюкзак, смотрите в сторону классического спортивного дизайна, потому что база это классика, вне трендов, что такое рюкзак, рюкзак у нас имеет спортивное происхождение, нейлоновый рюкзак, двух вариантов, или на молнии, или с клапанами, такими пластиковыми застежками, вот это называется базовый хороший рюкзак, если он для вас, допустим, слишком грубоват, тогда просто выберите размером чуть меньше, мой базовый рюкзак, это Bimbo и Lola, я его недавно купила, года два назад, но вот с точки зрения базы, он идеален, и он аккуратный, маленький, то есть, допустим, когда мне утром нужно выйти на прогулку с собакой, и нужно что-то с собой взять, я всегда беру этот маленький рюкзачок Bimbo и Lola, он черный, нейтральный, идеально, и третий, точнее, второй бренд, это Ghani, а третий бренд в этой категории, это Mark Jacobs, Дело в том, что этот модный дом имеет в своем ДНК гранжевые 90-е, то есть клетчатые рубашки, джинсы, и вот благодаря этому очень много у Mark Jacobs классных, вот действительно очень классных базовых рюкзаков, показываю вам свои образы, датируемые 13-м годом, 12-м годом, в общем, мой рюкзак Mark Jacobs, который со мной около 10 лет, он уже изношен, он уже протерт, но я не могу от него избавиться, потому что это мой любимый рюкзак, он не супер базовый, потому что он яркий, клетчатый, но с точки зрения вот фасона и утилитарности, он идеален. Буквально два слова о клатчах. Если вы тот самый человек, женщина, человек, женщина, это как-то смешно звучит, ну ладно, в планах, который много каких-то светских мероприятий, вам нужно выходить куда-то в свет, то было бы неплохо, чтобы у вас был нейтральный клатч, как база кардероба. Сейчас я вам показываю, как они выглядят. Чаще всего это не конверт, это не клатч-конверт, потому что это опять же тот же самый случай, когда клатч-конверт был 10 лет назад в тренде, сейчас он не в тренде, а мы все-таки говорим про вещи, которые вне вот этих вот трендовых колебаний. И показываю вам, что такое клатч базовый с точки зрения абсолютной универсальности. В качестве примера показываю люксовый бренд Kate, у них потрясающие, мягкие, такие нежные, красивые клатчи, но и у других брендов тоже нашла вам несколько примеров. И последний пункт, раз я уж взялась за тему полного гида по базовым моделям сумок, то я не могу не рассказать про так называемую дaffлбэг, это сумка для небольших путешествий. То есть если ваш образ жизни связан с постоянным перемещением из города в город, допустим, по работе, или, допустим, вы возите машину и, допустим, при этом любите ходить в спортзал так, чтобы носить с собой все, и шампунчики, и кремчики, и свое личное полотенце, тогда выбирайте сумку вот такого фасона. Они иногда бывают из кожи, из замши, конечно, это более люксовые варианты у бренда The Row как раз есть вот на что ориентироваться, но это может быть, если мы особенно говорим про спортзал, и нейлоновая сумка, очень удобная вещь, особенно, опять же, если у вас очень активный образ жизни, связанный с постоянной сменой места проживания. Все, мы закончили про модели, надеюсь, я вас проинструктировала, где, что, да, как, и теперь важный вопрос про цвет. Тоже, наверное, один из самых любимых вопросов. Хочу базовую сумку, и почему-то все прежде всего спрашивают про цвет. Если мы говорим про цвет, конечно же, однотонный, нейтральных, базовых оттенков. Серый, черный, бежевый. Но, я вот хочу вас попросить в этой категории думать чуть дальше и чуть шире. Если мы говорим про зимний сезон, то хорошо будет работать сумка затемненных, глубоких оттенков, пордовый, темно-зеленый, потому что в зимнем кардеробе у нас всегда присутствует много затемненных оттенков, или даже черного, и вот такая сумка привнесет ваш стиль глубины, вот за счет игры цвета, появится сложность и глубина, что хорошо. Если мы говорим про летний гардероб, я всегда советую базовую сумку на лето, именно в белом цвете. Просто посмотрите, какой белый цвет присутствует в вашем гардеробе, белые джинсы, белые майки, это чистый белый-белый цвет, или это молочный, и вот основываясь на ваших белых футболках, майках и белых джинсах, выберите и в таком же оттенке белого вашу базовую белую сумку. Для меня это намного интереснее, чем просто черная или серая. И, кстати, с точки зрения моего личного опыта, я вам скажу, что черная сумка это самая редко используемая сумка в моем стиле. То есть, я бы, по большому счету, могла бы прожить без черной сумки вообще. Самая часто используемая сумка в моем стиле это белая сумка и много-много одноцветных простых сумок. Тот же пример Ганни лаймовая сумка, она для меня стала базовой. Так что, про цвета здесь абсолютно универсального подхода нет, но если это все упростить, то зимой затемненные цвета, летом белый. Так, у нас с вами получилось какое-то очередное гипердлинное видео, но вы сами напросились. Я помню, вы мне поставили много крестиков и сердечек, когда я запросила у вас обратную связь по поводу моих длинных видео. Итак, трендовые элементы в дизайне сумок, от которых вам стоит отказаться, если вы выбираете себе базу. Итак, держимся в сторонке от шипов, лишней металлической фурнитуры, такие как внешне ненужные молнии или какие-то кожаные кисточки, пумпончики, какой-то суперсложный дизайн. Вот это все делает сумку не базовой. Это может быть тренд или это может быть наоборот не тренд, но с точки зрения базы лучше избегать вот всех этих осложнений. И последнее, честно, чек-лист, быстрый чек-лист из 10 пунктов проверить, ваша желаемая сумка действительно будет базовой или это миф и иллюзия. Итак, пункт номер один. Выбираем сумки желательно без металлической фурнитуры или если есть она, то в минимальном количестве и обязательно в благородных сплавах. Это очень легко проверить. Если металлические элементы блестят, вот прям чувствуете, что внутри вас просыпается сорока-ворона, которая хочет вот это все затащить и на себя надеть, значит нет, это не база. Если есть металлические элементы, они должны быть или супер минимальны, или даже если они есть, пускай они будут в матовом исполнении, неважно серебристые или золотистые, но обязательно матовые. И второй важный момент, если хотите по-настоящему базовую сумку, супер универсальную, тогда вообще пускай она будет полностью без металлических вставок и фурнитуры. Вот идеально кожа-кожа-кожа. Все. С такой сумкой вы не будете думать, о какого цвета металла у вас цепочка или браслет. Ой, вы хотите надеть акцентные серьги, а они серебристые, а фурнитура на сумке у вас золотистая, и вот начинаются все эти проблемы, поэтому, если хотите действительно базовую сумку, минимализм нас спасет. И вот тут я прям слышу, как вы мне говорите, Лена, ну как же Шанель флэпбэк, это же классика, но при этом там много металлической фурнитуры, и цепочка, и лого Шанель. Ну, во-первых, я вам скажу, что, конечно, фурнитура там дорогая, качественная, богатая, не блестящие сплавы, такие как у H&M, во-вторых, да, конечно же, Шанель флэпбэк является базовой сумкой, но далеко не для всех, она хорошо работает как базовая сумка, только если у вас в гардеробе мало цвета, мало ярких насыщенных цветов, у вас в гардеробе больше вещи, которые уходят вот в сторону фактурных каких-то элементов, то есть джинсы, потертые джинсы, твид, пиджаки, жакеты, вот, то есть все-все-все вот такое более фактурное, тогда Шанель будет хорошей базовой сумкой, именно, кстати, поэтому у меня нету сумки Шанель, я никогда не рассматривала серьезно покупку этой сумки, ну, только разве что как акцентную, потому что в моем гардеробе, в котором очень много ярких насыщенных цветов, эта сумка не будет базовой, она для меня будет слишком много красть на себя внимания, и для меня она не будет работать как базовая. Контрастная прокраска срезов, особенно у дешевых сумок, вот здесь тоже, если у вас бюджет на покупку сумки 50 евро, и вы хотите, допустим, белую сумку, если вы в H&M нашли хорошую сумку, вам кажется, что она хорошая, но там контрастные прокрашенные срезы, будьте аккуратны, мыслите очень критично, потому что они всегда дешевят, потому что в масс-маркете нет ни средств, ни желания фокусировать свое внимание на проработке, качественной проработке деталей, и вот такие сумки с этими контрастными краями, особенно, когда вот они, да, неровные, идеальные, они, конечно, выглядят очень дешево. Другое дело, люксовые сумки, производители, которые могут себе позволить делать это вручную, качественно, так, чтобы это выглядело идеально, ровно, но в любом случае думайте дважды перед тем, как купить сумку с контрастной прокраской краев. Масштаб должен соответствовать вашей фигуре. Очень простое правило, если вы курплетная девушка, выбирайте сумку большего размера, к примеру, какой-то шоппер. Если вы утонченная девочка-дюймовочка, тогда выбирайте, допустим, кросс-поди-бэк, то есть те сумки, которые чуть-чуть поменьше. Простое правило, сумка должна соответствовать по размеру вашему собственному масштабу. Желательно все-таки никаких лого, потому что одно дело, когда это лого Шанель, тут все понятно, но когда это лого ГЭС, то, особенно металлической, то мало того, что это лишняя металлическая фурнитура, так еще это и усложняет дизайн, делает ее более сложной. Я бы лучше вообще рекомендовала сумки без лого. Чаще всего вот современные минималистичные сумочные бренды нового поколения, они даже если и пишут название своего бренда, то всегда это где-то там с краю минималистично, скромно, так, чтобы это не читалось на расстоянии вытянутой руки. И последний совет. Если вы сомневаетесь между несколькими моделями сумок, лучше выберите структурированную сумку, нежели мягкую. Структурированная сумка лучше смотрится в современных образах, которые сами по себе очень часто бывают мягкие, разваливающиеся, объемные плейзеры, оверсайзные джинсы, вот это вот, вот это вот все. Это лучше балансировать сумками структурированной жесткой формы, потому что если вы купите мягкую сумку, то она не будет настолько базовой, потому что будут вопросы, она не будет вписываться вот буквально в каждый образ. И второй момент, почему я голосую за структурированные сумки, они служат дольше. То есть, если вы хотите купить сумку, которая вам прослужит 5-10 лет, тогда это структурированная сумка. Мягкие сумки быстро теряют товарный вид и выглядят очень дешево и непрезентабельно. И последний лайфхак от меня. Если вы такой же любитель больших вместительных сумок и если вы такой же сумочный маньяк, как и я, тогда заведите себе просто, я хотела ее приготовить, я забыла, маленькую тканевую сумку и носите всю мелочь, допустим, помада, монеты, ключи, вот все это носите просто в косметичке. И тогда утром, когда вы спешите, но вы знаете, что вам нужно из одной сумки перейти в другую, вы просто берете косметичку и перекладываете ее в другую сумку и все, вопрос решен. Особенно, если вы любитель больших сумок-шоперов, как я. Это удобно, это просто и это сохраняет вашу нервную систему. Мне кажется, что у нас вышел с вами новый рекорд. Новое, самое длинное видео у Елены Галант на канале. Ну, надеюсь, я вам зато рассказала все и теперь у вас есть полная инструкция по базовым сумкам, тем более, у нас на носу новый сезон. Хочется обновить свой кардероб и я надеюсь, что я вам помогла определиться с выбором и, конечно же, напоминаю о том, что все ссылки вас ждут в инфобоксе. Я, когда готовила это видео, подготовила для вас большой список базовых сумок не только в люксе, но и в мидл маркете и в масс маркете. Даже заглянула у H&M и нашла там несколько хороших пунктов. Так что открывайте мой инфобокс и верхний закрепленный комментарий буду использовать как продолжение инфобокса и ищите соответствующую информацию. Всем уютного, теплого, мирного вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok